Настоящий потоп образовался на пересечении улиц Крупской и Народный бульвар еще в понедельник. На этих кадрах видно, что машины по колесу утопают в воде. Сообщение о порыве водопроводной сети поступило в Центральную диспетчерскую водоканалу утром 18 января около 8 часов утра. В 9 часов утра утечка была перекрыта. Возможно перелом на чугунном трубопроводе диаметром 300 из-за подвижки грунта, то есть от погодных условий. Чем больше мерзлота, тем больше реагируют хрупкие чугунные трубы. В настоящее время здесь откачали воду с проезжей части. Дорожное покрытие выровняли. Залитые участки обработали противогололедным составом. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Сегодня мера принимается по устранению аварийной ситуации на данном участке. Вы видите котлован, раскопали котлован. Во-первых, находится труба, определяет, где она проходит. Это принимаются меры для того, чтобы оголить ее, посмотреть степень, что с ней. Перелом, трещина поперек, вдоль или, как говорят, бочину оторвало. И после принимаются меры по устранению. Это либо ремонтный хомут, либо свертная муфта, либо катушечное фланцевое соединение. На какое-то время в связи с работами движение транспорта было несколько ограничено. В основном из-за того, что для ликвидации аварии было задействовано немало техники. Она позволила оперативно выполнить всю работу. Вся необходимая техника для этого в зимний период – это баровая установка, гидропневмомолот, самосвалы, грунт на вывоз, кран, автокран на случай, если что-то придется, столбы поддерживать и прочее. Ну и экскаваторы, соответственно. Во время устранения аварийной ситуации отключение холодной воды от жилых домов не производилось. Снижение давления водоснабжения также не произошло. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».